Сегодня я познакомлю вас с нашим гостем, с нашим удивительным, замечательным гостем программы Business Lunch. Вы рекоменд в Ванкувер Светланой Швидков, которая сейчас расскажет немножко о себе. Всем привет! Меня зовут Светлана Швидков. Я являюсь подечным специалистом в банке TD. Я в банковской сфере Канады уже 13 лет. Сразу же после приезда в Канаду, после иммиграции, я начала работать в RBC и попробовала практически все позиции внутри банка, кроме менеджмента, потому что я хотела все-таки помогать людям, а не управлять людьми. И интерес привел меня в кризисовании недвижимости, потому что я сама инвестор и очень люблю помогать людям, обрести их дом, обрести их счастье. За годы работы в TD встретилось огромное количество замечательных людей, и что еще больше увеличило мое желание продолжать работать в этой сфере, и продолжать себя улучшать и реализовывать. Мое кредо – это чтобы я всегда хочу, чтобы мои клиенты получали самую лучшую ставку, самые лучшие условия, самый лучший совет, потому что для меня это очень важно, чтобы люди возвращались, чтобы меня потом тоже не мучила совесть, поэтому очень-очень стараюсь сделать самый лучший сервис. Занимаюсь не только покупкой, также занимаюсь всевозможными, хотим сказать, махинациями, всевозможными действиями с недвижимостью. В хорошем смысле, да? В хорошем смысле, да, в хорошем смысле. Я также делаю хилокс, то есть это помойки-лайнда-кредит, когда у вас есть уже, когда недвижимость подросла, на какую-то сумму, и есть необходимость в деньгах, то есть на ремонт, на покупку недвижимости для детей. То есть я вот этим тоже занимаюсь, это тоже делаю. Также рефинансирование и изменение немножечко сроков у нас в существующей недвижимости, а также я могу сделать перенос ипотеки, если это TD ипотека, перенос ипотеки с одной недвижимости на другую, если человек переезжает, продает, upsize, downsize, переезжает в другую провинцию. Я работаю по всей Канаде. Многие брокеры, они, кто не лицензирован в других провинциях, они не могут делать ипотеки в разных других провинциях. Я могу делать на всей Канаде, from coast to coast to coast, как говорится, и у меня очень много клиентов, которые переезжают в другие провинции, в Манитобу, в Альберту, по работе, или потому что там дешевле, я могу перенести ипотеку отсюда в ту провинцию, или же сделать им отсюда, встретиться с ними здесь, сделать, все подготовить, чтобы им не уже переехали и ничего не переживать. Спасибо, Светлана. Замечательно. У меня есть просто вопросы, которые оставили наши подписчики, участники нашей группы. Позволь мне задать первый вопрос. Какая самая лучшая ставка на сейчас кредитование, ипотеки? Это очень такой интересный вопрос, потому что все люди, которые находятся в этой индустрии, они скажут, что зависят от нескольких факторов. Хотела бы сказать, что если рассматривается фиксированная ставка, то мне советую брать 5 лет, потому что у всех нас не то, что ставка будет падать. Причем мы только в начале падения ставок. То есть мы, скорее всего, в ближайшие 2 года ставки будут немножко прыгать up and down, туда-сюда вверх низ, но общий тренд будет низ. Поэтому если 5 лет, очень советую, потому что вы можете через 2-3 года оказаться в ситуации, когда у всех ваших знакомых будет ставка уже пониже, а у вас там еще пару лет нужно дождаться. То есть сейчас на более популярной ставке это 2-3 года, если это фиксированная, или variable. 3 года, я скажу так, зависит очень сильно от суммы ипотеки. То есть если это больше 500 тысяч ипотека, ставка немножечко ниже, если это до 500, ставочка немножечко выше, если это больше миллиона, то можно что-то лучше попросить. В общем, если говорить о 3 года фиксированной одной из самых популярных, то варьируется от 5,1 до где-то 5,3-5,4 в зависимости от суммы заема. Это на сегодня, на 6 января. Что будет на следующей неделе, возможно, это будут какие-то небольшие изменения, но вот в таком вот районе... Но ты это предлагаешь, у тебя эта ставка есть, у меня эта ставка есть, они могут обратиться, и вот на 3 года фикс приблизительно вот так. На 2 года фикс немножечко повыше, на 2 года фикс где-то в районе 5,5-5,7, потому что опять-таки тенденция к тому наснижения, то есть короче сроки сейчас немножечко дороже. Вот, и variable опять варьируется, то, что я видела, это 6,5, 6,4, 6,5, 6,6 в зависимости от суммы заема. То есть 6,6, например, 6,5 это хорошая ставка, ты ее рекомендуешь? Да. Вот в этом? Да, в этом размере 5,4, 5,5, это в принципе, если вам такое предлагают, это в принципе хорошая ставка на рынке. Да, мы очень компетентны по ставкам. Скажи вот, пожалуйста, еще, что лучше, фиксированный рейд или плавающий рейд на сейчас? Я, опять, это такой вопрос очень индивидуальный. Во-первых, стоит определиться о том, как вы себя чувствуете, находясь в фиксированной ставке, находясь в вере в ставке. Да, мы все говорим, что ставки будут падать, но никто это точно не сказал. То есть нам не сказали, что все, там через год ставка будет на 2 года выше. Это предположение. Это предположение, это экономические предсказания, какого-то вида, да. То есть если вы чувствуете, что вдруг повысит, а вдруг какие-то экономические произойдут катаклизмы, которые заставят наше государство, наш бенгерский, надо поднимать ставки. Поэтому в первую очередь нужно определиться с собой, да, что вам, будете ли вы переживать. Как комфортнее, да? К комфорт, да, то есть будете ли вы переживать, будете ли вы ночью не спать, переживать о том, что ставка потенциально может подняться. Если вы окей, если вы можете как бы эти изменения пережить, тогда нужно будет... Вы человек не эмоциональный, да? Да, да, тогда уже нужно будет, нужно уже как бы рассмотреть с вами проценты. Еще хочу сказать, что в TD, чем мы отличаемся от, например, в Кошеме, при повышении variable ставки наши платежи не меняются. То есть если у вас 2 тысячи было в месяц, и ваша ставка поднялась, то до определенного момента все... Есть, конечно, trigger rate, то есть у некоторых людей trigger rate случилось, и у них поднялись платежи, но в общем, да, если это внутри определенного промежутка по ставкам, да, то наши платежи не поднимаются автоматически. То есть даже если случилось поднятие, даже если такое произошло, то все равно платежи, в принципе, намного не меняются, если меняются или не меняются вообще. То есть, в принципе, вам легче все равно планировать семейный бюджет, и, в принципе, для вас прям сильно это ничего не поменять. Сказать, если вы как бы решили для себя, что окей, я хочу взять variable, да, в таком случае, что лучше все-таки, да, я окей, я комфортно себя чувствую с variable, что лучше? Здесь такой момент, у нас существует для банков с так называемым стресс-тест. Что такое стресс-тест? Это когда банки при квалификации добавляют 2% к сумме, к вашей реальной ставке, добавляется 2%, чтобы вас квалифицировать. То есть вы должны квалифицироваться по высшей ставке, по высшей платежу. Я только что озвучила ставки, и сейчас, на сейчас, variable rate где-то на 1% выше, чем фиксированная ставка. Это значит, что по variable rate вы действительно должны квалифицироваться на 3% больше по сравнению с 6%. То есть что это делает? Это уменьшает вашу сумму заема. То есть если у вас тютелька в тютельке, если у вас все очень шарф и как бы очень все по центу, да, там по 10-20 долларов, да, то в принципе variable может быть даже и не вариант, если у вас нет экстра денег, чтобы положить на down payment, чтобы эту разницу сравнять, да, чтобы уменьшить сумму заема. Потому что variable ставка уменьшает сумму заема по сравнению с фиксированной ставкой на сегодня. Если вы проходите и по той ставке, и по той, то тогда это уже вопрос, опять-таки, персональный. То есть квалификацию мы отбросили, мы квалифицировались, дальше что следует для себя решить? Фиксированная ставка на сейчас, на 1% ниже. То есть на сейчас вы будете платить на 1% ниже, чем variable ставка. Смотрим на то, что потенциально это variable будет через год ниже. Но вам еще год нужно будет ждать, получается, так, да, то есть вы в год будете платить 1% ниже. 1% на миллион долларов заем, ну, пускай, давайте, скажем, на 500-1000 заем, 1% это от 5000 в год. То есть, грубо говоря, разница платежа будет около 400 долларов. То есть готовы ли вы переплачивать 400 долларов в месяц, ради того, чтобы потенциально через год, через полтора, через два ваша ставка была ниже. То есть здесь тоже, либо сейчас переплачивать по variable, либо переплачивать через год, через два, когда фиксированная ставка будет выше, чем variable. То есть тут тоже как бы нужно решить. Я, моя, мое, как бы, что я, моя работа, да, моя задача, да, правильно сказали, это дать вам все варианты. Да, и вот как работа индивидуальная. И рассказать вам вот так, вот так. Никто не может точно сказать, насколько эти ставки упадут, никто не может точно сказать, когда они упадут. Моя задача это разложить вам все по полочкам, рассказать, показать в деньгах, как говорится, дать варианты, да, показать, что, рассказать, что говорят экономисты, а все-таки ваша задача, конечно же, принять финальное решение, потому что мы помогаем, мы адвайз, как говорится, мы советуем, а решение все равно должно оставаться за клиентом. Да, и последний вопрос, если уже есть кредит, если уже есть ипотека у людей, вы, вот что будет и время подписания контракта сейчас, вот какая будет процедура и что ты посоветуешь? Если вы получили письмо, что вам пора реню ваш моргич, скорее всего, когда это письмо вам распечатали, скорее всего, ставки были выше, особенно нафиксированные, то есть пока они распечатали, пока он от вас, к вам дошло, то ставки буквально вот опустились за последний месяц. То есть если вам пришло это письмо, я очень сильно советую не вот так подписывать, да, все-таки поспрашивать, позвонить мне или позвонить к вашему моргичу-дрокеру, да, посмотреть, а хорошая ли это ставка, а если какие-то ниже условия, да, что вы сейчас даете своим клиентам, потому что, да, легко подписать, нужно собирать документы, естественно, если вы переходите в другой банк, вам нужно будет собирать документы, вам нужно будет получать еще ассипотеку, но, как бы, если у вас все нормально, и вы не поменяли, не потеряли работу, в принципе, иногда это имеет смысл сделать, потратить немножко больше времени, чтобы, и на long run, да, на следующий клиент все-таки получить лучшие условия. Хочу еще добавить, что у нас в TD сейчас происходит акция, мы даем кэш за новые ипотеки, то есть это не обязательно покупка, это также и переход из другого банка, то есть вы можете потенциально получить до 4 тысяч долларов. Если вы переходите из другого банка в TD, переносите его в существующую ипотеку, то вы еще получаете экстра тысячу долларов к уже существующему бонусу, то есть если вы получаете ваш бонус 4 тысячи, вы еще получаете тысячу долларов за то, что вы перешли с другого банка. То есть, в принципе, это поможет вам оплатить возможные расходы на юриста, перед подписами еще останется какие-то денежки в кармане, плюс ваша ставка будет у нас очень хорошая. Спасибо большое, Светлана, за эту беседу. Мы рекомендуем Светлану всем нашим участникам группы. Пожалуйста, обращайтесь к Светлане, если у вас еще есть дополнительные вопросы, пишите ваши отзывы и комментарии. Мы очень рады приветствовать в нашей группе Светлану. Спасибо большое, что ты посетила нас. Спасибо тебе большое и ждем тебя на других передачах. Спасибо.